Сказки превращают в быль. В Иванове на базе Дюц номер один открылся первый в городе детский клуб исторической реконструкции Равинор. В планах полное погружение в историю. Ребята будут изучать основы ролевой игры, смогут воссоздать костюмы и примерить на себя образ любого героя. Дети будут изучать историю, то есть как это все реконструировать и игры ролевые, живого действия. Будут уметь танцевать. Исторические народные танцы. Веселые, простые, но эффектные. Будут уметь вязать, плести. Программа занятий очень разнообразна. К примеру, танцы начнут изучать с европейских плясок 15 века. Как рассказывают педагоги, веселые Бранли и Сальторелла довольно просты в исполнении и построены на легких шагах. Ребятам не потребуется никакой хореографической подготовки. Например, в 16 век это уже более сложные танцы и более сложный костюм. И я думаю, мы может быть дотянемся до 18 или 19 века, когда танцы были уже более сложные по фигурам. Конечно, Равинор не обойдет вниманием и такое искусство, как фехтование. Молодых людей и девушек обучат владеть мечом наиболее быстрым и безопасным способом. В ход пойдет так называемое мягкое фехтование. Это фехтование на мягких снарядах. Называется это тямбра. Это, собственно, труба, обтянутая мягким материалом. Утеплитель, например. Он не оставляет никаких следов, не причиняет боли тем, кто фехтует. Останется на занятиях и время для старинных ремесел и реконструкций костюма. Ребята смогут шить себе одежду любой эпохи, изучат вышивку, ткачество, вязание и многое-многое другое. Ну, мы по полу никого не ограничиваем. У нас есть практика, что молодые люди шьют и вышивают гораздо лучше, чем девчонки. Поэтому, кто захочет, того и мы будем привлекать именно к созданию собственного костюма. То есть у нас ребята могут выбрать себе костюм, какой им захочется, и мы поможем вместе с ними его сшить. Сейчас в клуб активно набирают желающих. Требования одно. Участник должен быть старше 12 лет. Занятия проводят совершенно бесплатно. В сентябре юных реконструкторов будут ждать на Мархлевского, 34. После ремонта основные занятия будут проводить там. Всего в первом детско-юношеском центре сейчас занимается более 4 тысяч детей. Спектр образовательных услуг года от года становится все шире. Сейчас здесь есть всевозможные секции. Школьники с удовольствием ходят на аэробику, хореографию, рисование и футбол. Это традиционно Центр интеллектуального творчества «Лидер», которому уже 27 лет. Ивановская городская ученическая дума. Краткосрочные проекты для ученического самоуправления. В этом году появился дискуссионный клуб терки для всех школьников города Иваново. Бла-бла-чемпионат, он так у нас называется. Ну, в общем, осовремениваемся, стараемся делать так, чтобы, так скажем, молодое поколение смогло найти что-то новое и интересное для себя. Молодому поколению и правда доступно многое. И теперь школьники впервые сумеют попробовать себя в реконструкции. В перспективе лучшие ученики клуба смогут ездить на настоящие исторические игры, где воссоздают события прошлых лет и сюжеты художественных произведений. Мария Метлицкая, Антон Осипов, РТВ Иваново.